UFC Fight Night 174 состоится 9 августа, уже в это воскресенье. Главным событием турнира станет поединок в тяжелом весе между Дериком Юисом и Алексеем Олейником. Американский нокаутер Черный Зверь сразится с опытным мастером партера и удушающих приемов удавом. Эрика не зря называют зверем, он действительно устрашающий, такая безжалостная громила. Ему 35, провел 31 поединок, 23 из которых выиграл, потерпел 7 поражений. Выступает на профессиональном уровне, начиная с 2010 года, имеет боксерскую базу, поэтому один точно донесенный удар решает исход встречи. Из 23 побежденных оппонентов американец отправил спать 18 боксеров. Рост Деррика составляет 191 сантиметр, а размах рук 201 сантиметр. Неплох в борьбе, но не является мастером в этом, так что против грэпплеров ему придется непросто. Хотя за 10 лет потерпел поражение от Самбишина только от Кормье. Вот что думает о своем оппоненте Алексей Олейник. Видел, как он скручивался, показывая, будто у него что-то болит, или он устал. А когда соперник приближался, взрывался и отправлял человека либо в нокаут, либо в нокдаун. Но он и так огромный, сильный, выносливый. Его можно бить, бить, бить и не вырубить. Это показывали многие ребята, и Саша Волков, крепкий ударник, и очень крепкий парень, благой Иванов, и многие другие. Тот же Нгану, который как железный поезд по пластилину всех переезжает. Даже он испугался Льюиса, провел с ним осторожный бой, аккуратный. Льюис огромный, сильный. Алексей уже давно недооценивают болельщики и списывают на пенсию. Например, два предыдущих боя в нынешнем году Олейник выиграл, но два раза считался большим андердогом. Впрочем, сейчас аналогичная ситуация. Букмекеры оценивают шанс на победу Алексея весьма скромно. Своими выступлениями он продолжает доказывать, что есть порох в пороховницах и списывать со счетов его рана. Ему 43 года, и он находится на 11-й строчке рейтинга претендентов. Неплохо так для такого возраста. Согласны? Я работаю в зале с 10 бойцами Беллатор и UFC. Я среди них не последний. Если я буду чувствовать, что отстаю от всех по всем показателям борьбе, кардио, ударке, спаррингом, то, наверное, мне пора заканчивать. В таком случае я пойму, что не дотягиваю к уровню этих ребят. Пока я тяну, я буду драться. У меня достаточно опыта уйти сейчас и продавать машины. Не думаю, что это порадует многих ребят, болеющих просто за спорт, а не только за меня, говорит Алексей. Профессионал охудав с 96 года. Олейник известен своим грэппингом. Он рекордсмен по количеству побед с амбишным в истории тяжелого веса ММА. Внимание! 46 побед! Но ударник он не особо выдающийся. Удары размашистые, неточные, предсказуемые. Его рост – 188 см, а размах рук – 207 см. Профессиональный рекорд Олейника – 73 поединка, 59 побед, 13 поражений, 1 ничья. Выиграть у Льюиса можно только в Патре. Да, завалить 120-килограммового силача – задача не из простых, тем более, учитывая возраст, с каждым раундом Алексею это будет сделать все труднее и труднее. Ну а каждая потеря концентрации грозит пропущенным ударом. А тут и конец боя. Но я не скажу, что шансы Олейника безнадежны. Ему удавалось ранее переводить в партер по стилистике, ну, похожих бойцов. Будет эффектно, если такого габаритного мужчину делает 43-летний. И я бы была довольна таким исходом. Но думаю, что потерпеть нокаут от Льюиса уже очень большая вероятность. Ударная мощь, разница в габаритах, в возрасте. Наш прогноз – победа Деррика Льюиса. Ну, ждете ли вы этот бой, пишите в комментариях, как вы считаете. Согласны со мной, не согласны. Только, пожалуйста, не пишите там всякую ерунду в мой адрес. Я профессионал, я знаю, о чем я говорю. Поэтому за себя я ручаюсь. Ставьте палец вверх, подписывайтесь. Пока! Все? Или еще раз? Все, отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok